всем привет мои хорошие меня зовут марина и вы на канале цветочная фея сегодня у меня лавандовое настроение сегодня я буду варить лавандовое мыло но и заодно я буду делать флоренкийская саше тоже лавандовая для этого мне понадобятся вот такие вот формочки заказывала их с алиэкспресс кому надо спрашивайте оставлю ссылочку далее она понадобится сама лаванда она мне такая рассыпчатая цветочки одним также нам понадобится эфирное масло лаванды 40 грамм пчелиного воска на 40 грамм пчелиного воска 6 грамм стеариновой кислоты и также я добавила маленький кусочек воскового карандаша милка детского чтобы придать все этой нашей консистенции фиолетовый оттенок и украшать буду немножко вот такой вот лавандой стеариновая кислота воска и карандашик я сейчас вместе буду расплавлять на водяной бане и так я растопила весь наш воск на водяной бане немножко надо приостыть прежде чем добавить эфирное масло иначе эфирное масло сразу же испарится ну что ж теперь я добавляю 40 капель эфирного масла лаванды и начинаем разливать вот мне хватило на 2 этого состава хватило на 2 всего лишь можно добавить еще эфирного масла и добавляю лаванды если вот так вот лаванды сильно тонет значит у меня еще здесь слишком теплая нужно немножко ее студии здесь она уже нормальная а здесь немножко нужно остудить все дожидаемся полного застывания чтобы вытащить наши флориндийские саше застыли теперь их можно вынимать они еще тепловатые вот одно у нас и вот второе это саше немножко еще теплая поэтому я не буду его запаковывать прямо сейчас я немножко расскажу про флорентийская саше флорентийская саше вы прекрасно знаете я думаю что было изобретено во флоренции для ароматизации помещения в флоренции как ароматизатор воздуха использовался натуральный воск сейчас используется отбелиный воск кокосовый воск какие-то такие ненатуральные воск но я использую именно пчелиный воск я не думаю что в те времена были какие-то другие средства стеариновую кислоту конечно же не добавляли но сейчас добавляют для того чтобы оно было по прочнее то есть она не ломалась вот при вытаскивании вот эти дырочки не лопались вот здесь также здесь я не поставила ленточку а вот здесь вот обязательно нужно ставить ленточку за которую собственно говоря нужно подвешивать в помещении наше флорентийская саше использовалась как я уже говорила флорентийская саше для ароматизации помещения развешивались разных местах украшали с различными сухоцветами например к новому году можно украсить апельсином сушеным корицей гвоздикой различными пряностями эфирные масла можно использовать также корицы яблоко и что-то цитрусовое тоже будет очень интересно это саше можно подвесить также в машину но машину не стоит это делать потому что все таки машину мы оставляем на солнце и это начнет все таки плавится поэтому это лучше развешивать потом запах нереальный запах именно лаванды вот она уже остыла в моих руках я чувствую я тоже запакую в пакетик и 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 заклеим в такой пакетик можно сделать так же и 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 тоже завязать на атласную ленту и 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 в и веревочку, так же делаем дырочки на этот раз у меня ровнее получилось тоже наклеечку делаем handmade то есть ручная работа и так же края я немножко прижигаю все, вот таким вот образом у нас запакованные с вами получились флорентийские саше надеюсь видео мое было вам полезно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока-пока